Для понятия флага соревнований приглашается команда победителя прошлого этапа, команда «Айск» город Череповец. На трассе они все соперники, а за пределами трассы друзья. По сути дела картинг это мини-формула-1. Надо уметь хорошо траекторию держать, хорошо чувствовать соперника, как впереди идущего, так и сзади идущего. Есть определенные правила, довольно-таки жесткие. Спортсмены их выполняют обязательно. К сожалению, не так, как наши водители на дорогах. И, соответственно, какая-то интуиция, чутье должно быть. Естественно, накат обязательно. Те, кто больше ездит, как правило, ездят быстрее. Ну, они мне нравятся. Я уже ездила третий год. Пока вроде довольны. Чтобы хорошо ехать, я считаю, что надо физическая подготовка для начала. Естественно, дыхалка, чтобы хорошая была. И мышцы рук работали. Так не очень сложно управлять. АПЛОДИСМЕНТЫ Нравится Сама трасса. Сами соревнования в плане, как сказать, правила. На многих областных соревнованиях правил не существует практически. И там, ну, не следят за тем, чтобы были правила. Есть, нет. И едут, как хотят. Могут там в бок стукнуть, могут в зад стукнуть. Могут вообще перед тобой тормозиться и все. И делать, что хочешь. Вот. А здесь все четко, все по правилам. Каждый знает, что если он что-то нарушил, сразу досвидос. Поехали домой. Вот. Да. То есть здесь приятно участвовать. Еще плюс, как бы, на областных соревнованиях не на всех есть засечка времени. Здесь же есть классно, то есть есть датчик, который показывает твое время. Выше головы не прыгнешь. Как можешь, так и едешь. То есть, как на Формуле-1. Сколько проехал, на такое место и встал в старт в решетке. Мне кажется, что как раз таки вот автоспорт, его и надо спонсировать. Потому что, если посмотреть, допустим, на Запад, там, я не знаю, в Америку или там Европу, они же, прям у них там это все очень развито. И даже взять вот ту же самую Формулу-1, ну, вот Петров покатался и, ну, не знаю, что там случилось, конечно. Всего лишь один Петров только был. И все. А Алешина даже так и не нашли средств, чтобы поучаствовать в Формуле-1. Я считаю, что если бы нас проспонсировали по-нормальному и посадили нормальных, как бы, вот, адекватных малышей, которые вот начинают именно там с шести, с пяти лет ездить, я думаю, они бы показали себя тоже не хуже там того же самого, там, я не знаю, Алонс и Феттеля, и вот. Алонс и Феттеля Субтитры сделал DimaTorzok